Усыновили дедушку. В Мурме одиноких стариков начали отдавать в приемные семьи. В гостях у неравнодушных жителей деревни Захарова, первыми воспользовавшимися новой социальной услугой, побывала наша съемочная группа. Раньше были соседи с ним, а когда умерла мамой, наказывала его не бросать. И вот 20 лет. Я его не просила. Вспоминая соседку, которая умоляла не оставлять без помощи ее единственного сына, у Людмилы Логиновой заметно дрожит голос. В связи с тяжелой прогрессирующей болезнью, Валерий стал инвалидом детства. С трех лет перестал ходить. Со временем атрофировались мышцы обеих рук. Сейчас, пережив несколько инсультов, 60-летний Валерий не может самостоятельно двигаться. Каждые 15 минут ему нужно менять положение тела. Людмила Логинова свое обещание выполняет с честью. Печки топим тяжеловато, землю обрабатываем тяжеловато, но терпимо. Он мне сам во всем помогает. Что приготовить? Сам говорит, что надо что-то сделать. Погулять? Сам. Люда, вынеси меня. Гулять пойдем. Гулять ходим. За ягодами, за грибами ходим вместе. Ну, правда, возьмем тележки. Женщина так и светится добротой и оптимизмом. В половине пятого утра начинает топить печь. Дом, огород, пчелиные ульи, курятник полной домашней птицы. На сон несколько часов. За это время Людмила встанет не один раз повернуть своего подопечного. О том, что с хозяйкой ему повезло, как ни одному здоровому мужику, Валерий твердо уверен. Ну, у меня хозяйка золотая. Очень душевная, доброжелательная. Живел он душа в душу. Так у Валерия появилась новая семья. Мужчина много читает и черпает информацию из телепрограмм. Делами и творчеством занимается благодаря помощи троих внуков Людмилы. Валерий они считают родным дедушкой. Радиотехникой увлекался. Занимался всем вот этим. Потом чем? Сейчас пчелами, стручатами занялся. Тоже увлечение. Корабль строим стручатами тоже. Собираем судомодельные. Такая опека над пожилыми – одно из новых направлений в социальной работе. Приемная семья. Вон дедушки говорят, давай попробуем позвонить в соцзащиту нашу. Вот. Позвонили, вот они нам откликнулись. В Муромском социальном центре комплексного обслуживания населения для пожилых людей и инвалидов такая технология появилась больше года назад. Основными требованиями является обязательное совместное проживание помощника и подопечного на одной территории. Помощником может быть любой гражданин, достигший совершеннолетнего возраста. Соответственно, подопечным, инвалид, пенсионер, нуждающийся в посторонней помощи. Помощник получает денежные, ежемесячные денежные вознаграждения в размере 6 тысяч рублей. Но вряд ли кто-то будет мерить это деньгами. Тут у людей другие мотивы. На первое место выходит доброта души и помощь ближнему. Всего в 33-м регионе создано уже более 70 таких семей. В округе Муром Людмила и Валерий первые. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости Муром.